Приглашается членовая Виктория Юрьевна с темой из-за концепции видов бренда с промышленными материалами. Здравствуйте, уважаемые комиссии! Тема моей цифровой называются дизайн-инцепцией другого бренда «Скровный материал». Опирая всем интересным маркетинговым идеям, можно создать интересный торговый банк. Основная маркетинговая идея состоит в объединении под одним брендом разных преднадельческих регионов разных стран. Другими словами, я хотела создать международную, узнаваемую торговую маркетинговую. Теневой аудиторией является тенителем имена 21 года. При создании дизайн-концепции видов бренда, я пришла с телеком и полностью обвинуться в историю виноделия разных стран. У меня произвело разнообразие традиций разных парадийских связностей. Показалось, что не существовало одного и того же сосуды, с которыми вы пели. У каждой национальности он был развит. Возникло желание возойти к дизайн-концепции, поспираясь именно на разнообразие оборудованных сосудов и традиционных странах. Страны определила тоже не случайно традиционные и отечественные страны в Нью-Йорке и совсем много преднадельников. Для моей рекламной кампании был какой-то слов на русском языке «Главное единство» «Второстепенное — это разнообразие во всём любовь. Главное — это как выбрать на объединяющуюся страну. Второстепенное — это как молитвы. Очень разнообразные, как и народы разных стран. Во всём — это как природа культуры, родственники, друзья или разной народности. Собираются, займутся на них. Пленур слабая — займутся тебе. Любовь, хорошие настроения, любви. Все иллюстрации делали на нынешнем. То есть это как мы играли на первой игре, который я забывал несколько лет. В результате я использовала паклины и цвета, которые заливали в воду, как цвет красный. Ну, это было желтовато-зерноватый, как цвет белый. Мы разработали фирменные паклины. И, собственно, дальше можно использовать мой паклины. Любовь проводится с любви. Паклина состоит из маленьких сосудов, которые представлены в паклины. И выворачивали на 45 градусов каждый сосуд. Таким образом, собственно, быстро используют дизайн 2 года. Еще хочу сказать, что есть фирменный сайт, в котором представленный магазин по нас. И тоже выполнили абсолютно целую. В том же стиле и сквозном институте. Рекламу я делала для нашей страны, так как у нас очень большое применение, что, конечно, жаль. Но они присутствуют. Поэтому они сделали для рекламы, для Испании, для Франции. Ну, как, скажем так, макет. Это, естественно, будет и для остальных стран, на мистер-пактаж. Ну, в конце я хотел бы говорить, что очень жалко, что весь наш собственный дизайн был достаточно статичным. Это я начинала только свою компанию. Разрабатывалась. Я зашла в магазину, и, собственно, все абсолютно любимые были запомнены практически одинаковыми сосудами. Это у меня... Я не могла даже остановиться, не могу выбрать, потому что я не знаю, что у них выбирать. Как бы они похожи. А если бы, допустим, был какой-то оригинальный бренд, он бы выделился красиво на пол, и не может быть интересованы как это человек. Буду рада ответить на наши вопросы. А вы не расскажете, что вам дробные вот эти сюжеты ваши? Сюжет основан на сосуде, который я сказал. Сосуд стоит в центре. Я выбрала сосуды, опираясь на разные страны. И какие-то страны были ненациональные сосуды, которые были здесь. Какие-то сосуды невозможно было прикрепить в данной стране, потому что они не только, допустим, в Армении, рочка не только в Армении, она и многие другие страны. В смысле, для Армении это просто сосуды. И вот вся эта, можно сказать, мне же и называется тоже, я говорю, компания, «Инная история» по-латыни. И в каждой этикетке как раз существует своя история, которая составляется вокруг данного сосуда. Для Армении это было ровно, для Грузии и Венгрии, национальные сосуды. Для Греции, а вот как и для Венгрии, я буду отдачивать настоящие венгерские кляги, они даже до сих пор продаются, как сувенир, в стерденном и привозе, настоящие страны. Для Аргентинга – кувшин, для Испании, для Фрации, для Фрации, для Америки, ну, больше, как и России, больше. А герои, что тебе хотели спросить? А герои, как можно сказать? А в Берасеи, это в Берасеи, так как казанчество, это издреклые чехи, что я сделала, это требование, чтобы наши, но молодые. Естественно, казаки, у нас в Траканские, астраханские казаки, они тоже издреклые, уважают, в Грузии, используемы очень национальные частицы, традиции. Люди, после их принятия, в пляже, танцуют, в Грязь, танцуют, в Грязь, в Грязь, в Грязь, в Грязь, в Грязь, В Аргентине, естественно, так. В Испании, используют то, что тоже национальные Их фляски, то есть все весело, все очень позитивно, используемые гитары, которые тоже традиционно достатчны на мультфильминге. В Франции я сделала мимо и такого, скажем так, воемного молодого человека. В Греции я взяла за основу, так как это афора, я взяла за основу чешский трепетический сюжет. И вот так Аполлон, играющий на двери. Ну, а здесь просто сидит вместе, создает тоже национальный костюм. Да, в Венгрии гусары, так как в Венгрии у нас всегда социировались гусары. Для Америки или для Америки, или для Америки, или для Америки, или для Армении, можно сказать, национальная ее машина, которая, как и странно, до сих пор у них существует, и даже новые, и национальные, тоже, наверное, какие-то достопримечательности. Скажите, как я поняла, у Вас в Венгрии на всех разных странах? Да. — Да. — Это основная паркетинг. Объединение по разным... То есть, это какие-то договоры с разными производителями, или именно, да, как, как... — Как так? — Оформляете ли это договоры? — Оформляете то, что... Ну, допустим, у вас вы покупаете, вы можете купить в другом регионе, в другой стране, в инограмме. То есть построить их, ну, то есть, допустим, в Францию, в Россию. Предполагается, что все-таки один хозяин будет. Один бренд. Хозяин, они даже могут соединиться. Собственно, это не суть. Главное, чтобы был один бренд, который объединяет разные страны. И разные страны. То есть, вообще, такой бренд должен быть. Да, уж, мне кажется, что это такая стиль, это, ну, чтобы совсем прям здраво. Можно подать на здраво. А что, квартира где? Ну, это не не значит. Это может быть, где угодно. Собственно, даже тот же хозяин, который здесь ходит, вам какая-то молодая профессия. Да, это такая квартира. А вот в связи с чем такая идея, власть, мне интересно. Здесь есть тема, что, допустим, как у других продуктов, ну, я покупаю, покупаю, а тут тоже самое. Мне, допустим, французы нравится, скажу, что там российское другое. Но нет такого бренда, который объединяет эти все регионы. А я, допустим, тоже привыкла в практику, приходит одно, которое я хочу, которое мне нравится. И, собственно, если я не беру слова, я считаю, что это было бы очень хорошее, ну, и в плане маркетинга, и хорошее вино. Ну, почему мы им жили? Название. Название самому. Нет, знаете, подписывая. Этикет, она существующая, чтобы ее читать. То есть, вы, извините, у нас, соответствующая. А у нее сейчас в английском? На английском есть контр-этикетка, которая переводит на любую серию. Какой? Какой? Какой на рынке? Так, если, а вот, по-группу самая, если, просто, и пускай на рынке тоже. Ну, это для того, чтобы рассмотреть именно саму этикетку и больше привлечь внимание. Да, верю. А что это такая? Ну, существует для того, чтобы прям сразу понять, существует путь со спортом. Естественно, для каждой страны я могу перейти на свой язык. Так, как в России, я думаю, в России. Какая цифра, я вижу, что это социальности, да. Я думаю, что продукты и искренне никак, потому что конечные спорты и страны распознаваются к общей и никакой общей партии. Это я знаю, как будет. И там прям подписано, что да, 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 там, это, да, там, и испадхи. То есть, не есть, что из первой, а это вот, и фразы, что это есть. Приклядно. Такую историю я знаю. Про вино тоже интересно. Может быть, это и... Естественное писание в этой рецензии не хотели вспоминать. В этом же году занят и юбилей. 30 лет назад, 7 мая 1985 года, в Азербайджане началась сняти алкогольная кампания Михаила Горбачева. Но в эту году он признал, что введение так называемого зубового закона было ошибкой. В целом, мне это запомнилось как величайшая глупость. Например, в Крыму вырубили массу виноградников. Там рот винограда, которого делали марочные коллекционные вина. Это впоследствии очень серьезно сказалось на развитии виноделия. Ничего подобного невозможно представить, например, во Франции или Италии, в Грузии или Армении. Где высокая культура потребления вина, и нет никакого пьянства, как социальной проблемой, значительной продолжительной жизни. Именно верится, сенарка Санченко, говорили древние. Наверное, истина человеку нужна не менее здоровья. Вы представляете здоровье без истины? Я нет. Видимо, это не представляла Амар Хаян, написавший. Вино запрещено, но есть четыре но. Осмотря кто с кем, когда и мир убьет вино, при соблюдении всех четырех условий, всем здравомыслящим вино разрешено. Полагаю, что именно упомянутым здравомыслящим относится вино в представленный, безусловно, интересный проект. Работа подкупает современностью и актуальностью, прекрасный график, выведенностью людей, не смыслами, тонким и добрым юмором, основательным подходом как к общему, так и деталям. До этого приходилось писать лицензии на дипломные работы, но ничего подобного по количеству и качеству вложенных туда и души ведь не завелось. Просто интересно рассматривать все сделанное, а для дипсайтера интересность дорогого стоит. Уверен, что и владельцев, если бы такие были, подобного бренда ждет коллегчевский успех. Ну все. Не бой, не бой, не бой. Да? Да, извините, я не писал. Слышно. Ну, я буду писать, что проводите нашу чеку. Я и не его. А, на счастье. Я и не его. 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 Вот Александр Александрович попытался подстроиться к одному из проектов, надев майки, там, где он смотрит ролики или по телефонами. Хорошо, что мне эта идея не пришла в голову, подстроиться под этот проект, иначе бы я были стоят, не смотрел, а я бы не присутствовал на этом мероприятии. Ну, так как вот такая креативная идея не есть. посетила, поэтому я могу сказать, что было действительно очень интересно, очень познавательно, я бы сказал, потому что тема, тема очень познавательная. и как она была представлена с разными регионами, то это тоже создавало большое поле и для творчества, и для исследования. Потому что кажется, тема такая поверхностная, но на самом деле действительно надо было много всего исследовать. хотя бы подобрать те же сосуды. Какие-то попадают, какие-то попадают точно, какие-то точно не попадают, но все это действительно винные сосуды. Я очень благодарен государству нашей комиссии Андрею Владимировичу за то, что он мне задал моей дипломнице вопрос про дизайн-концепцию. Ну, я считаю, что это действительно, с одной стороны, концепция, в которой заложена некая такая дизайнерская программа. Что-то можно убирать, что-то можно переставить. Можно французов заменить на итальянцев, например, которые здесь не присутствуют. Кого-то еще можно... Ну, например, как она сработала в процессе работы, эта концепция, именно концепция. Ну, на каком-то из просмотров или на предзащите было выражено не удовольствие, а отсутствие российской бутылки. Пожалуйста, тут же появилась российская бутылка, потому что программа была заложена. Пожалуйста, нужно будет чилийское вино, пожалуйста, будет и чилийское вино так же представлено. Поэтому это именно концепция, которую еще надо дорабатывать, там, степлологи, и копирайтерами, и маркетологами, и так далее, и так далее. Ли Рашидовна попросила меня объяснить, что такое клеврис. Это... Беври. Беври. Это... Беври. Это... Я вот и вижу, где вы... Беври. 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 Вот. Это такой большой, огромный глиняный кувшир. Он является... На него, я не совсем понял, но можно уточнить, на него есть некий такой государственный... Это национальное достояние Грузии, этот кувшин. Да, он именно для хранения вина готовый, он закапывается в землю, Он закапывается в землю, от 180 до 220 литров, обычно, некий кувшины, они закапываются в землю, туда заливается молотое вино, и они очень интересным образом закупориваются. Я вот присутствовал при такой закупорке, берут какой-нибудь плавающий сосуд, на него ставят свечку, зашелку. И когда он там пробует на поверхности вот этого вина, в это время его тщательно закупоривают. То есть, и свечка будет гореть до тех пор, пока не сгорит весь воздух. Таким образом обеспечивают вакуум. То есть, недоступка воздуха к вину. Воздух является злейшим...